Сегодня видео у меня будет немножко не свойственной манере для меня, наверное, оно такое у меня впервые. Никогда я так раньше не снимала. Поэтому я, наверное, знаете, это видео делаю в первую очередь для себя, чтобы когда такие просто вопросы, комментарии периодически бывают. И я теперь всегда могу давать ссылку на это именно видео, когда будет всплывать подобная тема. Слава богу, она не такая частая, но вот честно, надоело и просто уже вот здесь сидит. И хочется объясниться раз и навсегда уже окончательно. Тема эта идет ниточкой во всем моем канале, в канале Кати. Мне кажется, Катя даже снимала бы там отдельное видео. Но почему-то люди либо упертые, либо не хотят это слышать, либо твердолобые просто, либо им это неприятно принимать. Я сейчас зачитаю выдержки из огромного комментария. Немножко будет разрывисто. Вы в Турции бесправны, вот все там плохо и вы просто удобны для турков. Да, сама я никогда не жила в Турции и не хотела бы там никогда не оказаться в этой стране мавров, невоспитанных мужчин. Жизнь до свадьбы, а жизнь до свадьбы и до брака. Я желаю, я советую всем пожить до свадьбы и упаси боже девочкам никогда не беременеть и не рожать детей до брака. И либо, ну такая там смысл был всей фразы, что в общем вообще первые там 5 лет после брака вообще рожать лучше в Турции не стоит, иначе у вас заберут детей и вам бы самим оттуда ноги унести. Конец цитаты. И хочется выражаться нецензурно однозначно и сказать, боже, откуда ты всего этого понабрался. Давайте начнем с первого. Да, есть в этом резон, в том, что поговорим в Турции о жизни до свадьбы, до заключения брака, о сожительстве. Как к этому относятся? Раньше это было, да, неприемлемо, сейчас в принципе неприемлемо, но иностранные жены-невестки, они в другой позиции находятся. Здесь очень большой процент девушек до брака живут, когда делают туристические кометы, полгода, либо год, либо 3-4 месяца. Но какой-то период до брака здесь находится. К сыностранке другой спрос. Если бы это была турчанка, да, она бы и сама не захотела жить до свадьбы, потому что она бы хотела свадьбу. Сам факт выхода замуж и все прочее, зачем, собственно, тянуть и откладывать это. То есть у нас женщины, скажем так, более сговорчивые у нас на родине. У нас вообще гражданский брак, понятие существует. Жить вместе до свадьбы и называть его мужем в плане, люди бывают, рожают детей, покупают имущество, но не расписываются в итоге, не узаканивают отношения. Это их выбор, пусть что хотят, то и делают. Здесь в Турции такое не проканает, так никто делать не будет. Но это опять же, как минимум, из-за того, что турчанка скажет, квартиру покупать, а на кого оформлять. Вот в таком роде, это как и более финансовое что-то, да, люди более практичные, более продуманные. Да, и цель у женщин здесь так же, как и в России, хотя я не сторонница вообще такой теории, но цель выйти замуж здесь тоже есть у женщин. Это престижно и, в принципе, быть замужем, вы все понимаете. И зачем она будет соглашаться на сожительство до брака, когда мужем, парнем можно дергать до брака, не жить с ним вместе, ну вы понимаете, да, о чем я говорю. И тем быстрее, скажем так, он на ней женится. Вот если так можно вкратце выложить. Но даже турки здесь есть, которые живут до брака. Вот вы меня, хоть я не знаю, убейте, говорите, что это твои знакомые, ты в таком круге людей общаешься, окей. У меня есть знакомая, которой 24 года, она живет с парнем, она из другого города переехала в Стамбул. Она стопроцентная турчанка, она из Измира. И в Измире более-таки, да, свободных нравов. Люди открыты, ее родители позволяют ей жить с ее молодым человеком. Они пожили год вместе, сейчас они обручились, у них была помаловка, у них будет скоро свадьба. Но до свадьбы они пожили год. То есть она этого человека, она не потому что она какая-то распутная, плохая или еще что-то. У нее мозг просто, да, вот так ее воспитали. В семье, скажем так, это принято европейское. Она говорит, я хочу посмотреть в быту, что он, кто он. Мы же из разных городов, а не съехались, потому что он из Стамбула, а она из Измира была. Она к нему переехала. Вот так здесь бывает. Не говорите, что здесь никто никогда турчанка не позволит жить до свадьбы, бла-бла-бла. Вот вам пример. Моя точка зрения вообще на это, пожить до брака с иностранцем обязательно нужно. Да наплевать, что о вас будут думать, что о вас скажут или еще что-то. Это ваша жизнь. Это в момент, когда вы выбираете человека, проверяете, смотрите в быту, всем прочим. Это тот момент, когда у вас после влюбленной эйфории вы попадаете в быт, в реальность и видите человека, его конкретные действия и поступки. В интернете вы с ним переписывались, он вам одно описывал, приехали по факту, вы можете получить совершенно другое. Таких историй очень много. Вы можете увидеть, как он ведет себя в каких-то ситуациях, решает проблему, берет ответственность за вас на себя и все-все-все прочее, прочее, прочее. Такие бытовые, но настоящая проверка идет в ваших отношениях, когда от слов переходит к делу. Это очень важно. И если родители, либо там родственники мужа, избранника именно вашего против вашего парня, чтобы вы приехали здесь, как-то так жили, они тоже должны пойти вам навстречу, потому что вы тоже рискуете, вы оставляете свою родню, своих близких людей, свою работу, свой дом у себя на родине. Для чего? Чтобы просто приехать быстренько расписаться, а потом уже столкнуться с качествами человека, которых вы его не проверяли, скажем так, в быту. Это очень такая шаткая ситуация. И по поводу не рожать детей первое время и все прочее, это лично ваш выбор. Дети дома, это счастье и все прочее. Это от вас будет зависеть. Вам никто не смеет диктовать, когда рожать, кого рожать и все прочее. Никого не слушайте. Как ваше велит сердце, как вы считаете нужным это все? Это индивидуально, от желаний, потребностей людей. В общем, я несу такую идею, что вы несете ответственность за вашу жизнь, за поступки, которые делаете. Например, вы выходите замуж, и вы должны, как бы скажем так, себе мягко постелить в этом случае. Это от вас зависит. Чтобы, знаете, очень часто девушки, женщины очень любят говорить. Я вышла замуж, на следующий день мой муж стал просто другим человеком. Или я проснулась однажды в кровати совершенно с другим человеком, я не знала, что он такой. У вас было время для того, чтобы узнать. Вы как минимум должны себе подготовить это время, чтобы узнать его, с ним познакомиться поближе. Я всегда на такое просто отвечаю. Быстро, резко, как-то неожиданно меняются абсолютно в другую сторону люди с психическими расстройствами, заболеваниями нервной системы. А если он с ним все в порядке, он не болен ничем, то любые перемены происходят более-менее плавно, и это нужно отслеживать, это нужно замечать. И вот поэтому желательно пожить бы до брака немножко, хотя бы полгодика, когда вы сюда приедете. Думаю, эта тема, скажем так, закрыта. Следующий тезис из этого комментария, который я вам ранее зачитала, это такие слова, что вы в Турции бесправны, и у вас все там плохо, вы просто удобны для турков, как жены иностранные. Потому что для турчанок нужны другие условия и все в таком роде. Вы в Турции бесправны. Кто сказал, что в Турции вы бесправны? Вы бесправны до того времени, пока вы не вступили в брак. Когда вы переезжаете, будьте добры, знакомьтесь с законами страны, есть семейный кодекс на русском языке, турецкий, в интернете. Читайте документы, есть сколько сайтов всяких русскоговорящих юристов, здесь адвокатов, всех прочих, консультации можно брать. Вы можете оплатить консультацию по скайпу русскоговорящего юриста или адвоката в Турции, у которого вы можете задать вопросы. Он вас проконсультирует в плане ваших прав и всего прочего, семейного кодекса, всех прочих дел. Почему я об этом так говорю? Потому что вот когда такое читаю, это сразу понятно. Здесь люди смотрят первый канал, программы всякие, либо специальные корреспонденты, репортажи, где никому не отдают детей и все прочее, прочее происходит. Я могу сказать, вы поменьше смотрите телевизора. А, скажем так, ваше мнение должно базироваться не потому, что вы можете увидеть по телевизору то, что вам люди хотят показать, другие вбить в вашу голову. А вы должны исходить из вашего опыта, из ваших каких-то знаний. Нет знаний, ну получите их, вот проконсультируйтесь, к примеру. Здесь всяких разводов, деления детей, всех прочих дел, такие порой небылицы говорят, что просто слушаешь, на голове волосы становятся просто дыбом. Такой бред. Я даже не знаю, как культурно это можно вообще подобрать слова и об этом поговорить. Просто какой-то каменный век, настолько все придумано. Есть законы, и они соблюдаются. Есть определенные правила, есть семейный кодекс, по которому люди разводятся, и который в стране соблюдается. Здесь фактически все то же самое, как и в России, права женщин защищены законом, женщины с ребенком, все прочее, прочее. Не хочу просто в это вдаваться, просто людям. Просто глупые, вот пошел не обижаться, кто так думал, но скажу как есть. Глупые люди строят свое мнение, его высказывают, в итоге мне вот здесь пишут в комментариях такой бред. Смотря федеральные каналы и видя просто истории, которые выдернуты по факту из контекста истории, которые будут популярны и рейтинговы, которые покажут в прайм-тайм главных каналах страны, что будет скандально, чтобы продать рекламу подороже и заработать денег. Эти истории, которые там рассказываются, это экстра, это выдающееся, что-то выбивающееся из общей ситуации в стране. Так не все здесь живут. Это одна история на миллион, понимаете, ее покажут, чтобы заработать денег. А вы этих историй понахватаетесь в интернете по всяким фильмам и программам и строите свое представление, в принципе, о стране, это очень неправильно и неправда. Если ваши комментарии, а я вот в группе там, женщины пишут, разводятся все прочие истории, это же тоже не на телевизоре, а просто в жизни такое бывает. Да вопрос о каждой истории, есть две правды всегда. Вот когда начинает рассказывать с одной стороны ситуацию, и можно это рассмотреть немножко по-другому, по другим углом точки зрения. И не верьте вы всему, что вы видите по телевизору и всему, что пишется в каких-то группах и рассказывается история. У каждой медали есть всегда две стороны. Где-то есть правые, где-то виноваты и все прочее. То есть имейте это в виду, это не может быть таким однобоким. Ну и последнее добавлю о том, что вы удобны для турков, как иностранные жены. Господи, какой бред. Это часто очень пишут, типа, вам не надо делать большую свадьбу, дарить подарки, деньги на свадьбу, золото и всякий прочий-прочий бред. Господи, почему вы решили, что иностранкам это не надо? Здесь все делают такие же свадьбы, как турчанка на иностранка, это не важно. Ну пара, естественно, сама выбирает, как делать свадьбу. Но на свадьбу здесь точно так же, иностранки, когда выходят замуж, дарят золото, браслеты, если вас так материальная сторона интересует, деньги дарят. И не меньше, чем турчанкам дарят, если уж на то пошло. Типа на вас можно сэкономить. Да вообще иностранная жена, это лишние проблемы, это лишние просто, это лишние заморочки. Она не знает языка, это оплата дорогих курсов обучения. Я в видео оставлю ссылку, сколько здесь это все стоит, это далеко не дешевое удовольствие. Обучение курсов частных языковых стоит, как обучение в институте годовое в России. Документы, оформления, вы думаете, так дешево? Местстраховку ей до свадьбы всякую оплачивать, когда это частное местстрахование идет, да, она не вписана еще в страховку мужа. А билеты ее ездить домой в гости, вы думаете, так все дешево стоит? А билеты, а с собой денег, а гостиницы и все прочие дела? Она же не работает, иностранная жена, муж это все оплачивает. Это явно выше какого-то бюджета, чем бы он жил с турчанкой, которая и мама живет в соседнем доме, и которая она ходит в гости. Мы бы этому, знаете, это просто чисто вопрос финансовый, это всегда финансово затрагивается. Ему бы не пришлось за это все платить, ему выгоднее найти тогда жену-турчанку. Она говорит, на нее меньше расходов. Поэтому где тут удобность? Я вижу только одни проблемы, если жена иностранка. Это далеко не легко, и так считаю только те, кто с этим вообще не сталкивался и не в теме. Я жду... Знаете, мне стало легче. Я выдохлась, выговорилась. Я думаю, кто здесь, девчонки, живет, вы меня понимаете, о чем я сегодня говорила. Я жду ваших комментариев. Что вы думаете по вопросам, которые были здесь затронуты? Ваше мнение? Может быть, вы в этих ситуациях попадали? И считаете ли вы, что мы очень удобные, комфортные жены для турок? Да тут вообще, честно, ну это смешно слушать. Да. В общем, я просто не буду ничего лишнего говорить. Я жду ваших комментариев под видео. Будем это обсуждать здесь. Скоро увидимся. Всем пока. Спасибо за внимание.